Давай отменим свадьбу. Король Тиндера вернулся. Я собираюсь вернуть Анялку. Надо сделать какой-то красивый жест. Это полный провал. Как друзья Захара женили. С 1 января. Кинопояс. Премьера сегодня, завтра, всегда. Недавно в сфере Nintendo Switch разгорелся скандал. В eShop вышла игра The Last Hope, которая очень жирно байтила на The Last of Us. Название похоже, шрифт похожий, так на обложке еще и очевидное L. Само собой, игра это просто копеечный ассет флип, собранный в Unity. Назвать это видеоигрой вообще язык не поворачивается. Там полтора уровня, а игровая логика еле функционирует. Игру достаточно быстро удалили из eShop. Обидно. Это хотел поиграть, но даже на торрентах найти не смог. В Lost Media, получается, видеоигры потеряли очень важную часть своей истории. Тем не менее, это не решило проблему. Одну мусорную игру из eShop удалили, а там остались еще тысячи. Помните времена Steam Greenlight, когда Steam бессовестно заваливали тоннами ассет флипов? Steam с этим кое-как разобрался. Но теперь этой цифровой помойкой, этой свалкой никому не нужных ассетов, стал eShop. И я понимаю, что сегодня никого не удивить плохой видеоигрой или ассет флипом. Но даже вы не готовы к тому, что можно раскопать в eShop. Сотни и тысячи игр с громкими названиями, вроде Call of Hentai Sexy Girl Simulator. Настоящая обнаженка прямо на огушах консоли Nintendo. Дешевый байт на мемы. Бесконечные игры для детей, сгенерированные нейросетями. Даже без попытки удалить ватермарки этих нейросетей. Десятки банально нефункционирующих игр, а также простейших портов с мобилок, у которых просто не работает управление, потому что оно сделано для сенсора. И кучи, горы странных симуляторов всего, что возможно. Вы думаете, что калькулятор за 10 долларов это плохо? Да вы ничего не видели. Путешествие в зону трэша начинается на самом деле достаточно просто. Ты заходишь в eShop в раздел скидок, и твое внимание сразу начинают привлекать кучи игр с огромной 90% скидкой, которые стоят 2 доллара. Ну, точнее, 1.99. Не 2.49, не 1.49, не 3. Ровно 1 доллар 99 центов. Ну ладно, у меня американский регион, не знаю сколько у вас. И таких игр очень много. Не заметить их невозможно. Да и давайте не будем себе врать. Хентай Секси Герлз за 2 доллара. Наша хорня натура не способна устоять. Естественно, я купил 3 штуки. Да, это оказались простейшие пятнашки, где ты собираешь картинку анимешной девочки, и она постепенно раздевается. Однако, чего я не ожидал? Настоящей обнаженки. Да-да, Nintendo совершенно официально пропустила в свой магазин игру с обнаженкой. И тут, конечно, важен контекст. Ну, типа, на свече же есть Ведьмак 3, и там тоже есть обнаженка. Но это в контексте сюжета, это взрослая игра, это понятно. Здесь же мы имеем просто прямую эротику ради эротики. Игру про раздевание девочек. Чего я в тот момент еще не понимал, так это то, что мне очень крупно повезло. Хентай Старс единственная игра с полной обнаженкой. Остальные подобные игры этим похвастаться не могут. И я проверил. В игре Хентай Проджект есть 4 конкретные девочки и подобие сюжета. Ты с ними встречаешься, и чем дальше ты проходишь, тем девочки становятся более откровенно одеты. Я подумал, что... Ну, может, под конец пойдет обнаженка? Да-да, я прошел эту игру целиком. Вот-вот, посмотрите на меня. Я так не потел, даже когда играл в поддавки на раздевание в той самой игре в начале нулевых. Но нет, ничего. В других играх я тоже обнаженки не нашел. За скамель у Хорни Мамонта получается. Очевидно, что все эти игры делаются на коленке за 10 минут. У них есть, наверное, какой-то движок под пятнашки, а все эти арты генерируются нейросетями. Я офигел, потому что в игре аниме Sexy Girl Puzzle Hentai Game History Adventure они даже поленились удалить ватермарки нейросети. Тут вот есть ссылка на группу ВКонтакте Kitsune AI. Делали, видимо, русские. Но они даже поленились заплатить за какой-нибудь Stable Diffusion, а просто использовали бота ВКонтакте. И тут сразу всплывает еще один скам. Дело в том, что им мало просто продавать эту игру. К играм они также делают бесплатные DLC, которые также висят в магазине. А еще они постоянно эти игры переиздают во всяких бандлах. Nintendo eShop это считает за новый релиз, так что эти игры постоянно оказываются в топе разных разделов. Заходим вот в eShop в новые релизы. И вот сразу вам Hentai Girls Legendary Edition. 2 доллара. Чуть ниже Hentai Stars Special Edition. 2 доллара. Еще чуть ниже Hentai Love Dreams Classic Hentai Logic Puzzle. О, это что-то новенькое. Надо взять, наверное. А, нет, 8 долларов. Не, такие покупки мой бусте не вытянет. Ведь мне же очень сильно нужна Excellent Workout for the Mind and Logic. И, извините, я никак не выживу без Hand-Drawn Hentai Art. Блин, ну они даже не стесняются врать. Ну я же знаю, что это нейросети рисовали. Ну у них пальцы сломаны. Ну кому вы гоните? Выбор периферии тот еще напряг. Это я вам по своему опыту говорю. Особенно если искать что-то по соотношению цена-качество. Топовые варианты стоят каких-то, ну, заоблачных денег. А дешевые надо очень тщательно выбирать и проверять. Многие уже с коробки разваливаются. Но у меня для вас есть выход. Hyper предлагает качественные и доступные варианты. Причем в базовых наборах, где будет все необходимое. Например, игровой набор с клавиатурой и мышью. Который по цене более выгоден, чем покупка этих же девайсов по отдельности. Клавиатура тут полноразмерная, с нампадом и RGB-подсветкой. А мышь имеет настраиваемые боковые кнопки и регулируемый DPI. Или вот игровая ТВС-гарнитура. У которой низкая задержка до 50 миллисекунд. И в придаче имеется микрофон с шумоподавлением. И все это не обделено качественной, эргономичной и долговечной сборкой. Мышь имеет удобный хват даже для большой руки. И будет приятно в ней лежать. Клавиатура хорошо сможет вписаться в ограниченное пространство на столе. А ТВС-гарнитура не будет выпадать из уха. В общем, если есть надобность ненапряжно подобрать что-то бюджетное, но качественное, то периферию от Hyper можно найти в магазинах M-Video и Eldorado. В том числе по ссылочке в описании. Ну ладно, не хентаем едины. Другой заметный тренд это порты мусора с мобилок на Unity. В Google Play же нет вообще никакого контроля. Туда заливают все что угодно, любую фигню. Соответственно, никуда мы не денемся от ассет-флипов на Unity. Бесконечные симуляторы преступников и бандитов в городе, симуляторы полицейских в городе, супергероев в городе. Видимо, есть какой-то почти готовый ассет-пак города. Люди туда накидывают простейшую логику, и игра вот готова. Вот я приобрел такие замечательные игры, как City Super Hero 3D Flying Legend Warriors Deluxe Simulator, Cop Car Police Simulator Chase, Rescue Team 911 Simulator Ambulance Police Firefighter, ну и конечно же, Gangster Life Untold Cars Saved Police. Наверное, в эту же степь можно закинуть бесконечные симуляторы дальнобойщиков. Их реально очень много. Я вот купил себе Трак-симулятор Heavy Cargo Driver 2023. Это только начало видоса, я уже не могу. У этой достаточно простое название, но многие из них хайпят на Евротрак-симуляторе, просто добавляя какое-то слово в формулу, типа там, Мотор 2025. Во всех этих играх ты просто ездишь по городу туда-сюда с абсолютно ужасной физикой. Никаких особых моих планов вы не изменили? Ну, есть дополнительные простейшие взаимодействия, типа, грузовику надо груз прицепить, бандиты могут стрелять, спасатели могут брать вещи из машины. Самое смешное тут, что никто вообще не парился над каким-либо портированием на Switch. Они явно просто вот в Unity зашли, нажали кнопку, типа, собрать дистрибутив под Switch. И так и залили в магазин. В итоге все эти игры адски тормозят. Но самое дикое, они не сделали управление под кнопки. Может быть, получится перемещаться по игровому миру на стике, но кнопки все на экране, под сенсор. Ну и в тему мобильных портов. По какой-то причине на Switch'е удивительно популярна тюремная тематика. Вот я приобрел новую хайповую игрушку Prison Life Simulator 2022 World Fight Battle Ultimate. Можно ходить в столовку, кушать и резать сокамерника за точкой. Жалко, опять же, играть на кнопках нельзя. А я ведь так хотел. Но мое любимое, это, конечно же, Prison Life Simulator Jail Gangster Escape Game Scary Architect Battle. С хайповым закосом под GTA San Andreas на обложке. Кстати, да, надо ли говорить, что все эти игры сопровождаются неплохими трейлерами, которые не имеют никакого реального отношения к самой игре. Выглядит все это действительно круто. Но, извините, 13 долларов это мне не по карману. На скидках этого шедевра не было. Но вообще всяких симуляторов тюряги в магазине Switch'а очень много. И мне кажется это странным. И тут у меня встает новый вопрос. А как эти игры вообще проходят в магазин? Я чуть-чуть изучил вопросик, и нельзя просто, ну, вслепую залить игру в eShop. Nintendo так или иначе это все курирует. А публиковать игру в магазине достаточно комплексный процесс, где нужно соответствовать большому количеству разных факторов. Есть определенные стандарты. И, ну, если плохая производительность и визуал это ладно, это субъективно, человеческий глаз все равно не видит никаких кадров, мы все с вами слепы от рождения. То вот такие вещи, как интерфейс сенсорного управления с мобилок, закопирайченный контент, который тоже тут есть, и невозможность играть на кнопках, ну, никак не должны были пройти. Также, откровенно, скамерские названия они должны проходить. Копирку ластухи удалили только потому, что поднялся дикий вой. Ну, возможно, сами Naughty Dog впряглись. Вот в чем суть. Это не разовая инициатива определенных людей. В eShop есть несколько издателей, которые профессионально занимаются шитпостингом, изданием подобного мусора, собранного на коленке. В ход идет все, что угодно. Секс, байт на название с популярными словами и узнаваемыми превьюхами, узнаваемые персонажи, мемы, известные события и отсылки на популярных людей. Ну и, само собой, отсылки на популярные игры. Я думаю, вы уже поняли всякие Shadow of Call of Duty Simulator Grand Theft Prison 2023. Эти издатели идеально знают, как абьюзить алгоритмы Nintendo eShop, чтобы их мусор всегда был в топах продаж и топах поиска. Как я понял, конкретно издать игру в eShop не стоит ничего. Но вот стать официальным издателем игр для свеча, получить дефкид и вот это вот все, это уже не так просто и стоит ощутимых денег. Так что эти издатели просто аккумулируют вокруг себя школьников, трэшоделов со сетфлипами на юнити, ну и гениев скаймеров. Им массово выпускают этот так называемый продукт в магазинах. Вопрос, конечно, как они это делают и почему Nintendo это не контролирует. Опять же, у них есть стандарты, минимальный порог условий, которым должна соответствовать игра. В плане мобильных игр меня еще очень забавляют банальные копирки популярных тайтлов. Вот как, например, Child Run City Surfers Runners. Тут, думаю, все понятно. Или вот Infected Run to Survive. Я был в полном шоке. Я играл в эту игру, где ты бежишь типа по люсу, по темному. Последний раз, наверное, лет 14 назад на своем первом смартфоне фирмы HTC. Еще произошел забавный казус. Я это когда все стримил, челики в чате мне спамили почему-то игрой Zombie Garden vs Plants Defense. Как оказалось, ребята, которые это сделали, меня смотрят и хотели, чтобы я поиграл в их байт на растения против зомби. Оказалось, что именно эта игра даже ничего такая. То есть здесь не просто растения убивают зомби. Тут еще есть ферма, на которой генерятся ресурсы на покупку растений. Ферму надо апгрейдить. И тут этот бесконечный цикл. Убиваешь зомби, получаешь деньгу, на деньгу апгрейдишь ферму, ферма дает ресурсов на более крутые растения. И ты убиваешь больше зомби. Ну, я даже залип в этот бесконечный цикл гринда. Меня смотрят талантливые разработчики, получается. Игру пришлось выключить, потому что меня начал сводить с ума 20-секундный луп радостной музыки. Кстати, в такой же залипательный луп я попал с игрой Blood Waves. Это единственная игра, которую я не купил. По-моему, ее мне года 4 назад просто кто-то тупо скинул на почту. Ну, просто типа, HL, вот ключ на игру. Но тут как-то никакого байта. Даже обидно. На что разработчики рассчитывали? Ну, кроме девушки на обложке, подозрительно похожей на Лару Крофт из последнего перезапуска. Игра самый простой зомби-сурвайвл. Отстреливаешь мертвецов на арене, зарабатываешь деньгу, на деньгу покупаешь оружие и ловушки. Это примитивно и очень плохо. Но извините, мой аутизм. Циферки идут вверх, я не могу оторваться. Но вот кто постарался с байтом, но не постарался с игрой, это разрабы Fall Cars Ultimate Car Battle. Я обратил внимание на эту игру только по одной причине. Я это придумал. Я не шучу. Месяцев 9 назад я другу питчил игру. Типа, чел, смотри, супер идея. Давай сделаем игру типа Fall Guys, но только про машинки. Аркадная гоночка, батл рояль с препятствиями, стрельбой, паверапами, ну и так далее. Ну, так сказать, гений мыслит одинаково. Правда, я себе эту игру совсем не так представлял. Другие модные байты. Soulsland с очевидным закосом под Dark Souls. Стамина есть, перекаты есть, эстус есть. Так сказать, сына у нас есть, Elden Ring дома. А как вам Deep Space Action Fire Sci-Fi Game 2022 Shooter Strike Simulator Alien Death Ultimate. Господи. Тут, к сожалению, только байт на Dead Space. Сама игра это пустая бродилка по космической станции от первого лица с унылой однообразной стрельбой по пришельцам. The Ghost X Sniper Simulator Tactical Shooting and Eliminator. Простой симулятор снайпера. Вроде как, такие игры тоже популярны на мобилках. Но, надо сказать, модельки винтовок красивые. Наверное, бесплатные за сетпаков. Ну или вот World War Battle Hero Field Army's Call of Prison Duty Simulator. Это, наверное, мое самое любимое название. Игра унылый шутан от третьего лица во второй мировой. Самое странное, что тут есть, оружие надо покупать. Так и вижу, высаживают солдаты в Нормандии. Вот они на поле боя и идут сначала в магаз. Ну и куда мы без байта на танке? World of Machines Tanks War Operation. Наверное, эта игра самая пососная. Потому что она относительно функционирует. Но она такая скучная. Ты просто на арене стреляешь по танкам. Но пушка так медленно перезаряжается. Скук смертная. Дайте мне лучше еще хентай пятнашек. Одна из самых странных вещей, что я нашел, это байт на мемы и хайповые темы. Игра Skateboard Drifting with Maxwell Cat The Game Simulator. Это, ну, как следует из названия, симулятор скейтборда. Но только ты играешь за мемных персонажей. Типа этого низкополигонального кота, Уганды Наклза, Капибару. Удивительно, но игра мультиплеерная. И для нее даже нужен оплаченный Nintendo Online. Можно дрифтить на скейте вместе с друзьями. Но самое безумное, что тут есть. На музыке здесь Евробит из аниме Initial D. Полные песни. Ну и всякий дрифтфонг. А когда ты уровень проходишь, играет музыка прохождения миссии с GTA San Andreas. Я даю вам миллион гарантий. Они не покупали лицензию на эту музыку. Как это вообще прошло в магазин? Но игра, кстати, пососная. Трюки не засчитываются, очки не считаются. Надо просто по точкам кататься. Хотя физика не самая плохая. Как будто бы они даже могли вытянуть здесь неплохую игру. Самое дикое, что я нашел. Это Submersible Simulator Discover the Titanic Into Ocean. Это буквально симулятор той подлодки, которая недавно спускалась к Титанику. И ее расплющило давлением. Люди погибли! Они тут хайпят на этом, продавая модную игру. Трэш! Игра, кстати, буквально неиграбельная. Здесь какая-то мутная физика с инерцией под водой. Я так и не смог управлять подлодкой. Все время разбивался. Ну и неудивительно. За рулем-то никого нет. Ну и дальше идут какие-то совсем странные рандомные игры. Байтищие на интересные темы или сделанные... Да еще фиг знает зачем. Чтобы было. Ну вот есть совершенно омерзительный файтинг Madness Brutal Fighting. Ну, наверное, хотели забайтить скорпионом на обложке. Написали бы тогда уж Mortal Fighting Brutal Combat Simulator. Тогда у них был бы хоть какой-то шанс. Вот еще Raccoon Adventure Animal City Simulator 3D Farm Super Deluxe. Я купился на симуляторе енота. Это звучало прикольно. И знаете что? Сам енот даже сделан нормально. Ну, наверное, тоже какой-то гостовый ассет с анимациями. Ну, игра просто мертвая. Волки набегают, что делать непонятно, куда идти, как проходить. А ведь казалось бы, ну замутите вы простой платформер за енота. Где надо искать еду в мусорке, говорить рог и печеньки, стелсить от волков, прыгать по деревьям. Прикольно было бы. Или вот, например, MAM Simulator 2023. Симулятор домохозяйки, которая в бесконечном лимбо домашних дел. Надо убирать мусор, готовить еду, выносить мусор, менять подгузники, готовить хот-доги, даже не разогревая сосиски. И так раз за разом. Этот кошмар не заканчивается. Мне кажется, можно эту игру зафорсить в Твиттере. Сказать феминисткам, что это эксклюзив Нинтендо, и Нинтендо продвигает патриархат. Феминистки порвутся и начнут отменять Нинтендо. Мне кажется, весело будет. Но самое странное, что я нашел, это, наверное, The Love Date Simulator with Girls. Это буквально симулятор Тиндера. Ты создаешь свой профиль, лайкаешь разных людей, ну, в зависимости от того, кто тебе нравится. Ну и переписываешься с ними. Отдельный фан, это, конечно, ультракриповые портреты, собранные старыми еще версиями нейросетей. Но суть всей игры в том, что игра просто предлагает тебе, что ты можешь написать девушке. Ты выбираешь, девушки отвечают. Тут есть, типа, 8 заготовленных фраз. После этого переходишь к следующей девушке. И все, продолжить диалог никак нельзя. Тебя даже не пытаются заскамить на фейковый ресторан. Никакая мадам из Испании не пытается убедить тебя инвестировать в крипту. Никто не просит скинуть пятихат на такси, ведь буквально она готова приехать на Коэтус прямо сейчас. Очень нереалистичная и оскорбительная игра. Ведь на самом деле простор разгуляться большой. Столько всего можно было бы придумать. А вот Pro Gymnos Simulator внезапно оказался настоящей видеоигрой. По сути, это та самая классическая Happy Wheels. Ты управляешь ногами и руками героя и должен выполнять всякие гимнастические движения по физике. Полеты, прыжки, на тормячке там крутишься, как те волки. Это даже весело. Жалко только никого на части не разрывает. Зато в редакторе персонажа можно сделать удивительного урода. Это всегда одобряется. Но в куче этого всего мусора я умудрился найти один настоящий алмаз. Story of Abandoned School. Короче, это попытка в закос под Silent Hill. Это небольшая сюжетная игра, где ты приходишь в заброшенную школу. Все в тумане, темно. И ты пытаешься выяснить, что же произошло. А там везде трупы расчлененные и какие-то маньяки-людоеды. Во-первых, я дико угорел с сюжета про школу, где повар готовил детей. И типа вся школа этих детей ела и радовалась. Во-вторых, я реально пугался от скримеров. Проходится игра где-то, ну, минут за сорок. И если вы любитель всякого такого мусора, ну типа меня, то я реально рекомендую. Два доллара отбились по эмоциям только так. Это все игры, которые я купил и попробовал. Я мог бы купить одну нормальную игру на эти деньги, но нет. В общем, дальше пошли только всякие повторы. Опять симуляторы копов, грузовиков, тюрем и рандомные байты на мобильные игры. Тут встает резонный вопрос. Да кто это все купит? Зачем вообще столько стараться? Но на самом деле, если у конкретных издательств процесс поставлен на поток, все договора проработаны, все налажено, то, думаю, они неплохо зарабатывают. Производство таких игр стоит копейки. Их реально можно склепать за несколько дней. Школьники со сетпаками в Юнити будут и 30 баксом рады. Нейросети тоже очень помогают. А с людей, которые не шарят особо, несколько тысяч продаж да накопятся. Тем более, эти игры всегда на верхних строчках во всех разделах магазина Ешоп. Хорни-подростки закупят все копии хентай-джапаниз-гоблин. Совсем мелким детям родители будут пачками покупать игру про щеночков на пляже. А, стоп, это же тоже хентай, блин. Ну, в общем, для детей есть раскраски всякие, там, мозаики с милыми картинками от нейросетей. Немцы обязательно закупят триллионы копий бас-симулятора, констракшн-машин-симулятора, газ-стейшн-симулятора и прочих симуляторов. В эту же степь идут и все приложения, типа калькулятора, трипл-эй-часов и так далее. Кто-то купит по приколу. Ну а чё? Восемь баксов ради мема не жалко. Будешь друзьям показывать и говорить, смотри, у меня есть калькулятор в свече. А кто-то реально решит, что можно купить приложение Рамка и использовать свитч как рамку. А чё нет? Тут к гадалке не ходи, оно продается. Это прямой аналог бабушки, которая заходила в американские супермаркеты и покупала внучку DVD с фильмом Трансморферы. И Асайлум зарабатывал миллионы на таком обмане. Другой вопрос, почему Нинтендо это всё разрешает? Я даже не говорю сейчас о стандартах. Люди заходят в eShop и хотят нормальные игры. А эти издательства спамят своим мусором. Нормальные игры фиг найдёшь. Здесь сотни мусорных игр. И ладно какой-нибудь Хогвартс Легаси. Он точно не потеряется. Но это огромный удар по настоящим инди-разработчикам. Ведь эти издательства точно знают лучше них, как продвигать игры в магазине. А я знаю точно, что ваш лайк продвинет это видео. И это мне очень сильно поможет. Спасибо за просмотр, друзьяшки, ребятушки. Если вам понравилось видео, лайки, подписки, комментарии пишем. Баятелись ли вы когда-нибудь в eShop? И какую самую пососную игру вы покупали в eShop? Люди такие уже начинают писать. The Breath of the Wild. Самая отвратительная игра. Двух долларов даже не отдал. По экрану ползёт список бустеров и патронов, которые сделали этот ролик реальным. Ну то есть, ну, я реально потратил, наверное, на эти ссаные игры. Ну, баксов 50-70. Я точно не знаю. Но типа... Деньги были потрачены. Контент стоит денег. Ладно. Список на экране. Этим людям бесконечные благодарочки. Вам тоже бесконечные благодарочки. Хотите в этот список? Хотите ролики раньше времени? Хотите прийти в мой секретный дискорд, где мне можно написать, я отвечу? И так далее. Подписываемся. Ну и Телеграм тоже подписываемся. Я там пущу приколы. Всё. Всем спасибо. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok